Здравствуйте! В эфире новости на телеканале КОКЩЕФ, студии Зарина Десекеева, сурдоперевод Тамара Шевченко и к началу выпуска коротко о главном. Аким области Ермек Маржафаев представил нового Акима Сандыкталского района. Об этом подробнее уже через несколько минут расскажу вам я, Саняя Кубжасарова. Акмольские коневоды выражают беспокойство, что переменчивая погода скажется на численности лошадей. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Иван Однорог. Скользкие тротуары, почему не засыпают инертным материалом и как на это ответят коммунальные службы. Об этом через несколько минут расскажу вам я, Камша Такишева. В январе текущего года показатели в базовых отраслях экономики страны начали улучшаться. Обрабатывающая промышленность выросла на 3%. Высокие показатели наблюдаются и в машиностроении, химической промышленности, фармацевтике, строительстве, сельском хозяйстве. Только горнодобывающий сектор замедлил рост развития экономики страны, отметил глава правительства. Это связано с обязательством Казахстана сократить добычу нефти в соответствии с соглашением ОПЕК. Таким образом, выработка чёрного золота снизилась на 12,3%. На заседании правительства Аскар Мамин дал ряд конкретных поручений главам регионов и подчеркнул необходимость активизировать работу. «Министерствам и Акиматам необходимо активизировать свою работу, принять соответствующие меры и чётко реализовать поставленные цели и задачи». Отныне будет составляться инвестиционный рейтинг регионов. Это основная задача ответственных за это заместителей Акимов регионов. В дальнейшем необходимо наращивать объёмы привлечения средств в экономику страны. Аскар Мамин также поручил своему первому заместителю Алихану Смаилову создать штаб по реализации предвыборной программы партии Нур-Отан. Он подчеркнул необходимость проведения еженедельных встреч. Массовый голод начала XX века требует повторного изучения. Этот вопрос был поднят в ходе круглого стола, организованного Сенатом парламента. В средние века люди в Казахстане, Украине, Беларуси, Молдове и некоторых регионах России, включая Поволжье и Северный Кавказ, голодали. По подсчётам учёных, от голода от 30-х годов в Советском Союзе погибло более 7 миллионов человек. Следовательно, это не покушение только на одну нацию. Это прежде всего серьёзные последствия ошибочной политики прежней системы правления, отметил председатель Сената Маулен Ашимбаев. Участники круглого стола отметили необходимость повторного изучения документов во всех архивах страны и тесного сотрудничества с архивами соседних стран. Этот вопрос часто поднимается в социальных сетях и в интернете. Но многие из тех, кто даёт комментарии, не являются экспертами. Поэтому необходимо проводить достоверные исследования, опираясь на конкретные факты. В Акмолинской области за последние сутки значительно стабилизировалась эпид-ситуация. Буквально пару дней назад регион перешёл в жёлтую зону. Об этом сообщила главный санитарный врач области Айна Гульмусина. По сравнению с прошлой неделей уровень заражения коронавирусной инфекцией в регионе в эту пятницу снился почти в два раза. Область перешла в жёлтую зону. По сравнению с прошлой неделей у нас отмечается снижение заболеваемости в два раза на 568 случаев. За сутки зарегистрировано 72 случая. Среди школьников, обучающихся дежурных групп, увеличилось число инфицированных. С начала года среди учащихся зарегистрировано 416 случаев. И вот на сегодня у нас было 7 случаев зарегистрировано. Вот мы теперь отрабатываем с руководителями учреждения образования по усилению соблюдения карантинных мер, потому что сейчас вот те школы, которые были закрыты на начало февраля, они поэтапно сейчас приступают к учёбе в штатном режиме. В ходе брифинга главный санитарный врач области сообщила, что уровень заболеваемости вирусным гепатитом снижился почти в 2,5 раза. В 2019 году в результате проведён дополнительные вакцины против кори в более чем 3,5 раза. Благодаря профилактическим мерам за прошлый год не было зарегистрировано таких инфекций, как столбняк, дифтерия, краснуха, полиамилит. Кроме того, статистика по туберкулёжу снизилась на 18% по сравнению с 2019. В целях профилактики инфекционных заболеваний проведён контроль качества питьевой воды. По результатам лабораторных исследований показатель улучшился на 1,1%. Иван Одноровжин, Служинку, Василий Вережников, Кокшиек, Парад. В Сандыктауском районе произошли кадровые изменения. Акимобласти Ермек Маржикпаев представил активу нового руководителя района. Им стал Ерболожи Субеков. Уважаемые участники совещания, перед этой встречей мы провели внеочередную сессию Маслихата. При поддержке депутатов Маслихата и по согласованию с администрацией президента Республики Астан я подписал назначение Жусубекова Ербола Каримовича Акимом Сангутавского района. Ербол Каримович Жусубеков родился в 1965 году в Зерендинском районе Акмолинской области. В 1989 году окончил Целеноградский сельскохозяйственный институт по специальности зооинженер. Трудовую деятельность начал в 1991 году в совхозе Чистопольский Чистопольского района, бывшей Кокшитавской области. В разные годы занимал должность Акима района, возглавлял Зерендинский и Садовый сельские округа. С 2018 по 2020 годы работал заместителем Акима Зерендинского района. С весны прошлого года до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя областного управления сельского хозяйства. Это большая ответственность. Буду стараться оправдать доверие, возложенное на меня. Надеюсь, вместе мы продемонстрируем положительные результаты работы. Глава региона поручил новому Акиму четко обозначить задачи и план работ. Ермик Маржахпаев ознакомился с работой районной школы номер один. В прошлом году в рамках государственной программы АУЛ ЕЛВСГ здесь был проведен капитальный ремонт. Стоимость проекта 246 миллионов тенге. Несмотря на своевременность выделенных средств, строительные работы затянулись. В результате объект сдан с опозданием сроков. По срокам передержали. Это благо, как сегодня КВИ, карантин, все остальные моменты. Можно дистанционно заниматься. Тем более школа-то у нас, она должна была по определению заниматься дистанционно. В прошлом году по области проведен капитальный ремонт 147 объектов образования. На это было потрачено более 10 миллиардов тенге. В Сандыктаусском районе на сегодняшний день 24 школы. В прошлом году в двух был проведен капитальный ремонт. Одна из них расположена в Балкашино. В нашей школе 563 учащихся. В штатном режиме обучается 365. Дистанционно 195 учащихся. Но в данный момент с 5 по 20 мы находимся на карантине. Поэтому все учащиеся обучаются дистанционно. Не завершены строительные работы районной больницы. Начато еще в прошлом году. На восстановление учреждения, рассчитанного на 120 коек, выделено 530 миллионов тенге. Объект должен был быть введен в эксплуатацию в конце прошлого года. Ермек Маржакпаев подверг резкой критике работу подрядной компании. Это предприятие ты должен был сдать месяц назад, понимаешь? Под Новый год мы думали, что это произойдет с частью для нас для всех. До сих пор не стал. Берете за ту работу, которую сделать не можете. И такие по всей области ваши компоненты. Лежали по две недели здесь уже, в этой же больнице. Вот срок в этом. И когда доставка была, по доставке тоже. Дороги были перекрыты, машины стояли. Ну, очереди пропускать пропускали. Просто много уходило времени на вот это, то, что очереди на улицах. Ну, на дорогах, в смысле. Вот. А сейчас идет работа? Сейчас работа идет. Мы как бы написали письмо, ответ, что до 30 марта мы закончим полностью все. Таким образом, подрядчик выразил уверенность, что строительство завершится весной. Аким области подчеркнул необходимость укрепления технической базы районной больницы. Что необходимо в районе? Для лаватория, анализаторы. Хорошо. УЗИ, мамокров, ЭКГ аппаратуры. Лифт даем. Сейчас лифт даем. Нет, сейчас на лифт. Просто поезда сделали, нет? Да, какого-то экспертиза. Сколько там денег? 13 миллионов. 13 миллионов. Все хорошо. Даем 13 миллионов. Стоит отметить, фундамент больницы был заложен в 1972 году. С тех пор ремонт здания не проводился. Глава региона выразил уверенность в том, что с вводом в эксплуатацию обновленного объекта ситуация в районе стабилизируется. Сынеков Жасарова, Абзал Балтабаев, Боржан Смагулов, Алмас Адвакасов, Жамул Балтаев, Кукщак Парат. Переменчивая февральская погода, снегопад, таяние, гололедица пагубно осказываются на разведении животных. Особенно тяжело в это время приходится лошадям. Жанат Базжанов, предприниматель, занимающийся коневодством в селе Камызынай и производящий кумыс под своим брендом. На старте у мужчины было всего две кобылы, теперь же два стада лошадей. По словам Жаната, в разведении скакунов важную роль играет правильный уход и период выжеребки. Сейчас самое время, когда у кобыл происходит выжеребка, поэтому мы будем следить за ними с утра и до темна. Ведь кобылы вполне могут ожеребиться. На жеребятах могут отразиться последствия ночных морозов и похолоданий. Скажется в виде обморожения. При простуде легких они могут легко заболеть. Акмольские коневоды выражают беспокойство, что переменчивая погода скажется на увеличении поголовья. Сейчас происходит то, что бывает в определенный период времени. Прошлый год был высокосный, плюс к тому в феврале прошел дождь. Лошадям в этом году будет очень тяжело. Кругом гололед, а сами знаете, если кобыла проглотит кусочек льда, то возможно потеря жеребенка. Как правило, в поисках пищи лошади рыщут травы под снегом или под коркой льда. Толщина льда может сказаться на травмах копыт. Порой дело доходит до летального исхода. Иван Однорог, Айсаулес, Избек, Медедка, Иркенов, Кокшиак, Парад. Кокшитауский университет имени Шокана Олиханова совместно с Петропавловским заводом имени Кирова в целях поддержки студентов-сирот организовал вручение ноутбуков. В целях поддержки студентов-сирот по инициативе ректора Кокшитовского университета имени Шокана Олиханова Марата Сорлыбаева им оказана спонсорская помощь от лица завода имени Кирова. К слову, предприятие наладило выпуск компьютерной техники новой модификации. Завод Киров с 2019 года занимается выпуском электронной продукции. В этом году мы впервые участвуем в акции, организованной по приглашению Кокшитовского университета. Оказываем помощь непосредственно студентам данного университета. Ну и надежда на то, что поскольку студенты и молодежь – это будущее. Уже не первый год завод Кирова является активным участником благотворительных акций и мероприятий, поддерживает волонтерские движения и оказывает помощь многодетным и малобеспеченным семьям. На этот раз предложение поступило оказать поддержку студентам из социально уязвимых семей и участникам студенческой антикоррупционной игры «Антипаракрафт». Огромное спасибо. Буду пользоваться с удовольствием. Пожалуйста. Я являюсь студентом первого курса факультета педагогики и филологии, специальности педагог-психолог. Сегодня для нас было неожиданным. Мы очень рады. Сейчас во время дистанционного обучения электронная техника является очень необходимой. Выражаем благодарность в лице всего университета за предоставленную электронную технику. К слову, о квест-игре «Антипаракрафт» – это пилотный проект. Учтавский университет имени Шуканова-Леханова является автором и новатором данной идеи. Ее поддержала в том числе антикоррупционная служба в Республике Казахстан. Камшат Такишева, Медед Кайркинов, Алмаз Адвокасов, Купщак Парад. Гололед на тротуарах уже стал обычным делом в последние дни. Причем подобный каток можно наблюдать по всему городу. Все больше граждан обращаются за помощью в травматологический пункт. С начала года за медицинской помощью уже обратилось более 25 человек. Зима – самое травмоопасное время года. Переломы и ушибы можно получить на ровном месте. Жители Кукщита возмущены и каждый раз задаются вопросом – ушиб или перелом? Это несчастный случай или вина коммунальщиков? Это уже не первый год, вот я наблюдаю, что у нас тротуары. Проехал трактор, посыпал песком, гололед. Ну, хорошо, все. На следующий год проехал другая техника. Этот песок весь смела, а гололед как был и остался. Для чего они так делают, я всегда вот не пойму. Ну, тут же мусора большого зимой нет. Летом там понятно, что там пух летит, там что-то еще. А здесь на рынке они вообще никогда не посыпают. На рынке всегда очень скользко. Вот я прям вот так вот вперед поехала, и тут растянула, колено ударила. Да, вот две недели дома отлеживалась. Было совсем недавно. Вот сейчас немножко еще на это колено хромаю. Ну, вот никогда ни зимой не почистят, ни вот сейчас. Ну, вот там частник почистил, а здесь что бы? Здесь нет участника. И вот идем в магазин, вот еле-еле-еле-еле. А потом у нас спина болит, мы же старенькие. В администрации города нам пояснили, что очистка тротуаров и отсып инертным материалом в компетенции управляющих компаний. Проводим обработку на рынке. Это внутренняя территория, это принцип Адалы-База. По Горького основка рынок завтра обработают, повторно обработают. Пока тротуары, к примеру, в районе центрального рынка не отсыпаны инертным материалом. Сегодня выпал снег. А значит, вероятности падения стало еще больше. В Акольском районе открыт новый пункт полиции для жителей близлежащих станций Ерназар, Акольский лесхоз, Родовка, Родник. В ходе рабочей поездки начальник областного департамента полиции Арманбек Баймурзин ознакомился с работой данного участка. Также состоялась встреча с местными жителями. Ранее стражи порядка работали на базе районного отдела. Это вызывало ряд неудобств. В связи с этим местный исполнительный орган выделил специальное место для полиции в здании спортивной школы. Теперь ожидается, что процесс рассмотрения обращений к граждан и своевременное информирование о правонарушениях ускорится. Сегодня я пришла на прием к начальнику департамента полиции для того, чтобы выразить благодарность Алме Кадрбене за ее должность, за ее деятельность, за ее активность в вопросах, касающихся детей. 20 лет Алма Кадрбене занимает данную должность. И как мама шестерых детей, в частности, пятерых школьников, мы не раз по каким-то вопросам обращались к ней и получали всегда положительный результат работы. Также хочу выразить благодарность не только Алме Кадрбене за ее участие, неравнодушное в жизни наших семей и детей, а также еще нашему участковому Саяту Нуртаевичу. В отдел полиции кому-то намного ближе сюда прийти, здесь участковый по-другому решает все вопросы, то есть то, что президент Республики Тазахстан требует от нас полиция обшаровой доступности, это идет к утверждению жизни такого принципа. Новый участковый пункт полиции оснащен необходимым оборудованием. На улицах установлено 14 камер видеонаблюдения. За этим участком закреплены капитан полиции Саят Ситкожин и рядовой Даниар Советов. Жители обратились в полицию с вопросами, связанными с миграционным, природоохранным законодательством. Отметим, в ближайшее время планируется строительство нового здания районного отделения полиции. Нарина Десекеева, Айсавлия Съезбек, Алмаз Адвакаса по материалам областного департамента полиции специально для Кокщиак-парад. С начала года по области раскрыто 75 преступлений с помощью розыскных собак. Стражи порядка провели 4 адрологические выборки с использованием биологического детектора. Экспертиза показала положительные результаты. Это что ж, по-вашему, значит, выходит, что собака понимает разговор? Она решительно все понимает! Олжас Сейджанов – кинолог. В этой профессии уже 11 лет. Общий стаж – 13 лет. Его служебная собака по кличке Муха специализируется на поиске наркотических средств. По словам мужчины, самое главное – это во время дрессировки наладить контакт, чтобы собака доверилась своему хозяину. Ему 10 лет. Он раскрыл множество преступлений. У каждой собаки свой особенный характер. После каждой операции Муху нужно хвалить, ухаживать за ним, расчесывать шерсть, чистить лапы, проверять уши, глаза и зубы. Он любит, когда с ним играют. На базе Центра кинологической службы Департамента полиции Акмольской области состоят на баланте 25 служебно-розыскных собак. Из них немецкие, бельгийские овчарки, лапрадор, ретвьеры и спаниели. Каждая служебная собака имеет свое направление – разыскная, мино-розыскная службы, собаки-детекторы, штурмовое направление, поиск наркотических средств. За прошлый год служебно-розыскными собаками было раскрыто 524 преступления. Служебно-минно-розыскными собаками 17 выездов было осуществлено. Наркопреступность была раскрыта 40 преступлений. На базе ОКУ ДП Акмольской области совместно с нами, служебными собаками, было проведено 53 адрологических выборок из них 44 положительно. По словам кинологов, само присутствие собаки психологически действует на злоумышленников, которые в ее присутствии опасаются сопротивляться полицейским или предпринять попытку побега. Также, несмотря на постоянное развитие современных технических средств, существенно упрощающие деятельность полиции, роль служебной собаки в раскрытии преступлений с каждым днем лишь возрастает. В Буландынской детской и юношеской спортивной школе занимаются футболом более ста подростков в период карантина, а спортсмены усиленно тренировались в небольших группах и уже с нетерпением ждут соревнований. Болжан Турсенбеков – молодой тренер. Несмотря на это, у него огромный опыт работы. Он воспитывался у сильных тренеров. В своем арсенале Болжан использует различные приемы. «Адаптировались к этим условиям, соблюдая все нормы. Как нам сказали, мы стараемся выполнять. Дети у нас всего занимается более 30 человек. Вот, три группы у нас. И по пять человек чередуем и постоянно проводим каждую неделю». Упражнения в основном проходят в закрытом спортзале. В благоприятные погодные дни спортсмены занимаются на свежем воздухе. Все тренировки проводятся с соблюдением санитарных норм и согласно футбольной программе. «Я занимаюсь год футболом. И нужно иметь качество упорства, стоять до конца, никогда не выходить далеко, чтобы не забили. Нужно иметь такое качество, жесткость, упорство и силу». Соревнования по футболу невозможно проводить в формате онлайн. По словам тренера, в условиях карантина вместе с воспитанниками есть возможность отрабатывать навыки и усиленно готовиться к соревнованиям. Зарина Дюсикеева, Колымбек Мухамеджанов, Дархан Мужибаев, Алмаз Адвакасов, Кокщахпарат. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин